Привет, зритель! Сейчас тебя ждут мои парфюмы на март. Я что-то так снулась в полку, думаю, блин, у меня же трое духов закончилось в пустых баночках, февраля были. Думаю, что взять-то, что взять-то? Я не помню, кто мне их дарил, возможно, Лёлечка. Лёлечка, если ты, дай знать в камен-то. Если не ты, ну, тоже дай знать в камен-то, скажи Лёле. Лёле это не я, или Лёле это я. Это у нас Incordence's Flame от Avon. Что-то он у меня сначала пользовался им, потом он стоял-стоял, жрать не просил. А тут что-то я его открыла, преснула себе на руку. Он такой немножко восточно-перцовый какой-то такой, согревающий, остренький, восточный, вообще прикольный. И я решила, что пусть он будет на март. Хоть у нас такая ранняя весна, где-то с начала практически моего дня рождения, середины февраля. Сегодня у нас 26 февраля. Ну, как бы всё равно ещё холодно. Я сегодня вообще видела первого велосипедиста. Не такого, что вот зимой ездит на велике, а вот именно такого велосипедиста, который уже вот такой открытие сезона сделал. Вот. Такой флакончик. У меня ещё какие-то были Incordence's. Кто-то у меня что-то забрал. Кому-то я что-то обменяла или подарила, вообще не помню. Отдала. Ну, вот это тут. Я всё-таки оставила себе. Я помню, а, Lotus у меня был или что-то, он для меня тяжеловатый был. Возможно, если бы меня не раскрутили, тогда на эти парфюмы с каким-то там стримом я себе бы оставила. Ну, как уж получилось, так уж и получилось. Вот. Вот он у меня. И он у меня на март заявлен. Avon Incordence's Flame. Мне очень раньше нравился Avon Incordence's, потом что-то как-то разнравился. А потом я как-то про него забыла, и вот. Вот. Вот он. Правда, красненький. Так как у меня подарок от подписчицы снятости вражей ресторан закончился, причём буквально вчера. У меня есть тот, который я когда-то покупала и периодически покупала. Если он ещё будет продаваться, то ещё, возможно, куплю, если он у меня внезапно быстро закончится. Сой эликсир Буассенсуэль Фраше. Очень мне нравится он. Он сочетает в себе аромат самого эликсира классического, а потом ирис нуара, и ещё ночной ванили. Ночного ириса и ночной ванили. Вот он такой тёплый. Вкусный, несмотря на то, что я попрыскала руку красненькими дужками. Вот у меня сейчас этот я тоже чую. Вот он у меня идёт на март. Тут, кстати, приличненько духов-то. Мне кто-то из подписчиков подарил, поделился своей коллекцией Фраше. Это свой эликсир пюрпл. Я помню, что раньше мне фиолетовый и эликсир просто очень не нравились. Причём фиолетовый вообще как-то у меня не шёл. А тут очень так конкретно пошёл. Я не могу передать словами, чем он пахнет. Но я открыла, я вообще заприняла, думаю, блин, откуда он у меня. А у меня есть такой вот этот флакончик. 50 мл. Выглядит так, будто намного больше. Тут-то вот 30 мл. И этот, как-то я его открыла, я поняла, что он мне сейчас нравится. Он так нежно, тепло пахнет. Фиолетово. И вот он у меня пойдёт на март. Спасибо дарителю. Честно, не помню, кто. Но ты, просты меня, зрительница. Я помню, что ты девушка, но я не помню, как тебя звать. Так, у меня снятости и фрошей есть. Последняя вообще. У меня там был, помню, цветок вишни, цветок апельсина, зелёное дерево и роза. И вот роза утро в саду. Серия утро в саду. Роза у меня ещё, кажется, жива. У меня ещё жива роза. Я её, помню, повторяла. И цветок апельсина у меня тоже был в постарюшечках. Но тогда всё уже умудрились снять, а у меня оставался, в итоге осталось, помню, осталось только цветок вишни. И вот это вот. Ну, цветок вишни закончился, а вот это ещё нет. Такой моноаромат, знаете, напоминает пуэр с розой или чёрный чай с розой. Похоже, когда заваришь по вкусу. Вот чёрный чай с какой-нибудь такой садовой розой. Моноаромат розы. Вот тут даже, тут чуть меньше половины, но... Он, конечно, наверное, всё-таки больше на лето, но что-то я его открыла. У меня рука к нему потянулась, а в полочке. А потом я его открыла и поняла, что мы с ним хотим друг друга юзать в марте. И он у меня на март заявлен. Это уже четвёртые духи. При этом это третий от Ифраше. Вообще, у меня тут пять от Ифраше и одни от Эйвен. Вот эти мне, кажется, Ксюша дарила. Подписчица. Просто он мне там поделился своей коллекцией со мной. Ифраше, снятость, груш в карамели, карамельная груша. Где-то тут даже по-русски есть. Плезирная тур, коллекция карамельная груша. 100 миллилитров. Карамельная груша. Годен с сентября 2017 года, но срок годности не влияет. Ифрашецкие духи, мне кажется, срок годности на духе вообще не влияет. Потому что как бы это, аромат всё тот же самый, очень приятный. Карамельный, немножко такой кисло-сладенький. Я даже не знаю, как передать, но обалденный вообще. Мне кажется, у меня такой, только гелики были такие. Я что-то тогда как-то не дошла до парфюмок. Может быть, маленькая когда-то была, фиг знает. Но вот ароматные водочки у меня вот только недавно появились, благодаря подписчикам. Люблю вас. Не только потому, что вы мне что-то дарите, я вообще люблю вас. Благодаря вам. У меня какой-то движ на канале идёт. Я вот это всё снимаю, вот эти вот обзоры парфюмчиков ухода на месяц. Это вообще благодаря зрительнице одной случилось. Если бы она идею не подкинула, я бы и не знала, что такое можно снимать. Мне даже оно нравится. У меня регулярно раз в месяц, в конце месяца я самой себе напоминаю. Так, надо пустые баночки ухода парфюма снимать. В общем, вот это у меня нормально заявлено. И ещё подобная версия, тоже как бы серия. Это у нас яблоко в карамели. Тоже икраше, лимитка, плезир натюр. Лимитированная коллекция, карамельное яблоко, туалет, ну а да, карамельное яблоко. Свежесть яблока в сочетании с лаковыми нотками ванили. Так вот, кого я тут унюхала. Оказывается, ваниль. Вообще, оно мне немножко дюшес напоминает. Яблоко я там не ощущаю. Дюшес, карамельку. Более такой вот немножко... Вот этот более сладко-кисленький, а этот более лёгко-сладенький вариант. Вот оно. Оба таких тут 100 мл. Целых 100 мл тут и тут. Вот этот-то я немножко юзала ещё в феврале, потому что как-то что-то такое хочется. Не из заявленного на парфюм в феврале. И открыла, и поняла, что я хочу его. Оно прям сквозь стенку шкафчика говорило. Лёля, открой меня. Прысь мне на себя. Лёля разговаривает с духами. Короче, вот такие у меня парфюмки на марте. И у меня все парфюмки февраля закончились совершенно раньше, чем февраль закончился. А сегодня только 26 февраля. И я уже как бы с завтрашнего дня буду кем-то из этих вот шестерых юзаться. Всем спасибо за просмотр. Если вы чем-то подобным пользуетесь, или, допустим, в марте вы именно таким пользуетесь, дайте знать в камеру. Будет приятно почитать. Всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.